Вот у меня вопрос такой возник. Из книги «Премудрости», по-моему, царя Соломона мы знаем, что, а из притчи царя Соломона мы знаем, что «Начало мудрости – страх Господень». Да? Да, 1.7. А в чем, если это начало, то в чем конец мудрости? А то, что человеку после смерти обещан и рай, и ад. Иоанн Затауст говорит, многие пренебрегли бы рай, если были бы свободны от доказаний адом. Поэтому угроза содействует больше спасения, чем обещания будущих благ. Наша мама нам ничего не могла, она неграмотная, но она сказала, что чего нельзя сделать, есть ад. Я всегда знал, ад – это для меня, а святым – рай. Пока в 23 года мне впервые не дали в руки Библию. И когда начинает человеку, вот, любовь, любовь, а страха не испытал, не убоялся Бога. Игнатий Брянщинов говорит, как Пимин Великий говорил, начни сначала, еще у тебя ничего нету. Вот все. Спасибо, Господи. Так у нас страх-то везде, на дорогах, ты не так едешь, у тебя там права могут отобрать, еще что-то. И в любом вопросе, что бы ни было, обязательно страх. Школьник идет в армии где, сразу ему рассказывает, если не так будет, что вот то и то с тобой будет. И в раю еще были, еще никакого греха не знает, а Господь говорит, смертью умрешь, если вкусишь. То есть угроза, страх Божий – это основа всего. И венец мудрости страх Господень. Вот я еще делаю, любой скажет, да так не делают, как так, это ничего нету. Начинают там жилища не такое, а мне это как раз. Они не понимают, что для верующего человека то, что есть в мире, видимое, оно временное, никакой роли не играет. У меня есть тепло, ездят спать, ездят за стол, все, что еще надо-то. И вот смотрят, когда и начинают всякие пакости писать. Не можете никак, я могу лучше жить, но больше я не возьму. Я просто привык к этому, это стиль моей жизни. Игнат Тихонович, там не вопрос даже, а вот вчера, в общем, такая ситуация произошла у меня на работе. Я тренером работаю, и, в общем, здесь клиенты тренируются в зале. Вот, и у них разговор о том, что одна, в общем, клиент говорит, что когда я умру, надеюсь, в следующей жизни я буду там, ну, кем-то. Я ей говорю, это все бред собачий, никем не будешь, то есть есть либо рай, либо все, нету. Она говорит, ну, а как же перевоплощение другую душу? Я говорю, это не из того. Это все, говорю, ерунда. То есть, там, сансарма, там, перерождение души, это, говорю, это бред, этого нету. Она говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, я читаю Библию, читаю Евангелие, там ни слова об этом не написано. Ну, и, там, смотрю, раз, парень у меня занимается, он, говорит, такой, откуда в нем это взялось? Он такой, говорит, да тебя бы, говорит, как же он сказал, что-то типа инквизиции там утопили, или что-то бы раньше. Я говорю, раньше бы, наверное, да, Саша Григорьев, говорю. Ну, и так, вроде, как бы, шутку сказал, ну, такой, этот. У людей вот такое вот почему-то мнение, хотя, ну, как бы, все с крестиками ходят, то есть, знают, кто такой Иисус Христос. А все равно, вот, у большинства случаев, у людей, то есть, они верят во всякую ерунду, то есть, в перерождение души. Она говорит, ну, и что, в следующей жизни не будет, то есть, тел? Я говорю, нет, Господь сказал, как ангелы будете, то есть, если, ну, будете со мной в раю, то есть, не будет тел, не будете ни жениться, ни замуж выходить. То есть, вот так. Ну, правильно. А вот вы прочитайте послание евреям, 9 глава, 27, 28 стих. К сожалению, с собой нет, Игнатий Тихонович. Так. Ну, у кого есть, пусть прочитает. Евреям, 9, 27, 28. Вот вам ответ. Вы считайте по Слову Божию, тогда вы твердое основание будет. А так, любое доказательство на контрдоводы всегда можно дать. А перед Словом Божьим никак. Ну, что, никто не считает? Вячеслава-то нету. Евреям, 9. 9 глава, 27, 28 стихи. Как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Значит, 27 стих еще раз прочтите. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так на это он будет ссылаться. То есть, такое мнение, что не два раза он будет умереть, там, то собакой, то князем, а однажды. И вот как с этим сравнением дается и смерть Иисуса Христа, и его пришествие. А 1, 27 стих, это, несомненно, не подлежит никакому противоречию. Вот и все, однажды умереть. А поэтому то, что они называют рееркорнацией, это глупость сатаны, что он до жука будет не сходить. Ну да, я так и сказал, что это... Вот так сразу, выпишите вот это, и когда будет говорить, вы сразу откроете, где сказано. Сказано в послании апостола Павла. Покажите евреям, 9, 27, 28. Все? 19. Все. Спаси Христос. Слава Иисусу Христу. Если вопросов больше нет, я отхожу. Я отхожу тогда, все.